Радио «Звезда» 62-69. В саду гостиницы «Голубой грот» мало-помалу стали скопляться пассажиры с парохода. Приехал на пароходной шлюпке капитан парохода, пожилой итальянец, в синей двухбортной куртке-пиджаке, застегнутой на все пуговицы, и в синей фуражке с золотым позументом. Он присел к столу и тотчас же принялся за устрицы, которых ему подали целую груду на блюде. Контролер завтракал со своими русскими земляками. За завтраком он успел сбыть Глафире Семеновне еще две камеи, черепаховый портсигар и три гребенки. Завтрак отличался обильными возлияниями. Бутылки с густым красным киприйским вином и с шипучим асти не сходили со стола. Погода во время завтрака стояла прелестнейшая. Солнце ярко светило с голубого неба. Завтрак происходил при звуках неумолкаемой музыки. Три рослых, бородатых, плечистых, странствующих мандолиниста наигрывали веселые мотивы из опереток и итальянских песен и пели, составляя из себя трио. Подвыпившие туристы щедро сыпали им в шляпы серебряные медные монеты. Внизу, под обрывом скалы, столпились три-четыре извозчика и погонщика ослов, резкими выкриками предлагавшие туристам ехать обозревать остров. Тут же подпрыгивали босые оборванные ребятишки, крикливыми голосами выпрашивающие у туристов на макароны. Туристы кидали им вниз со скалы деньги на драку и потешались свалкой. Какой-то жирный турист, немец в светлой пиджачной паре и с густым пучком волос над верхней губой, забавлялся тем, что старался попадать мальчишкам десятисантимными медными монетами прямо в лица и достиг того, что двоих искровенил. — Надо на ослах-то проехаться, — сказала Глафира Семеновна, — а то уедем с капри, не покатавшись на ослах. — Поезжайте, поезжайте, — сказал контролер. — Сейчас я вам рекомендую самого лучшего осла и самого лучшего погонщика, а мы здесь посидим. В полчаса вы объедете весь город. — Нет, нет, я одна не поеду. Уж ежели ехать, то всем ехать. — Не хочется мне, Глаш, ехать. Ну что такое ослы, ну и к лешему, — проговорил Николай Иванович. — А разве лучше к бутылкам прилипнувшись сидеть? — Едемте, барынька, я с вами вместе поеду, — вызвался Конурин. — А только уж что насчет бутылки, то вы извините, я бутылочку с собой в дорогу возьму, а то без поддержания сил можно на осле и ослабнуть. — Полноте, полноте. Вы уже так выпивши. — Я ни в одном глазе. Разве можно в такой природе быть выпивши? Тот насквозь ветром продувает. Едемте, едемте, сударушка. Конурин встал из-за стола и покачнулся. Глафира Семеновна это заметила. — Ах, Иван Кондратьевич, вы качаетесь, — сказала она. — Действительно, немножко споткнулся. — А ведь но с лету я сидеть буду. Сидя я тверд. Только бы у сел не споткнулся. — Коммензи, мадам. Протянул ей Конурин руку. — Нет-нет, я одна пойду. А вы уж идите под руку с бутылкой. Они спустились со скалистой террасы вниз к ослам и погонщикам. Их сопровождал контролер. Николай Иванович остался наверху и смотрел вниз. Выбранный контролером погонщик подставил Глафире Семеновне пригоршний рук и бормотал что-то по-итальянски, скаля с зубы. Та недоумевала. — Ступайте ему ногой на руки, ступайте, он вас поднимет на осла, — говорил контролер. — Ах, ступать? Хм, скажите только, чтобы он не хватал меня за ноги. Я щекотки до смерти боюсь. — Осторожней, Глаш, осторожнее! — кричал Николай Иванович сверху, из сада. — Ай-яй-яй! — взвизгнула Глафира Семеновна, но поднятая погонщиком была уже на седле. Конурина поднимали извозчики и погонщики. И тоже посадили на осла. Он возился с бутылкой вина и не знал, куда ее деть. — Да передайте вы вино погонщику, он понесет его за вами, — говорил ему контролер. — А вылакает по дороге? — Смотри, не выпей, итальянская морда, голову оторву. Бутылка передана. Погонщик гикнул. Ослы побежали легкой трусцой. — Тише, тише! — визжала Глафира Семеновна. Конурин восклицал. Чувствует ли в Питере супруга моя, что ее муж Иван Кундратич на осле едет? Через четверть часа, однако, они вернулись. Глафира Семеновна вбежала на террасу рассерженная, с распотевшим красным лицом. — Невозможно было кататься. Конурин пьян и три раза со сла свалился, — заговорила она. Конурин шел сзади. Шея его была вся увешана нитками кораллов, которые он купил по дороге. Уже пьян, уже три раза свалился, — бормотал он, покачиваясь. И всего только один раз растянулся, да один раз скувырнулся. Но это не от меня, а от усла. Пароход должен был отваливать от острова в три с половиной часа, и до отхода его времени оставалось еще слишком час. Капитан, сытно позавтракавший, пил кофе с коньяком и подозрительно взглядывал на высящийся вдали Везувий. Над Везувием виднелось изрядное облачко, которое постепенно росло. Он подозвал к себе контролера, указал ему на облако и что-то сказал. Контролер поклонился, приподняв фуражку, подбежал к Ивановым и проговорил. — Простите, но я должен удалиться на пароход. Капитан опасается, как бы на обратном пути на нас не налетел шквал и посылает меня сделать кое-какие распоряжения на пароходе. — Шквал? Что же это значит? — задала вопрос Глафира Семеновна. — Да не задул бы ветер, и не разыгралась бы качка. Видите это облако над Везувием? Оно очень подозрительно. Глафира Семеновна слегка побледнела. — Неужели будет буря? — быстро спросила она. — Буря не буря, а покачать может. — Да вы не пугайтесь, что вы. Может быть, и так обойдется. Контролер пожал всем руки и побежал садиться в лодку. А облако над Везувием все увеличивалось и увеличивалось. Оно уже закрыло солнце. Голубая вода посерела. На тихом до сего времени море показалась зыбь. Капитан быстро исчез от своего стола. Задул ветер. — Николай Иванович, уж не остаться ли нам здесь на капре ночевать в гостинице? — обратилась к мужу Глафира Семеновна. — Ну вот еще. Да здесь на капре с тоски помрешь. Кроме того, у нас взяты на сегодняшний вечер билеты в театр Сан-Карло. Нет-нет, поедем в Неаполь. — А вдруг буря? Я бури боюсь. — Вот. Видишь, видишь. Говорил я тебе, что не следовало на этот капре ездить. Да и ничего на нем нет особенного. Голубой грот — вот и все. — А мало вам этого? Мало? Эдакая прелесть — голубой грот. — Кроме того, на пароходе я себе очень дешево камей накупила, черепахово-гребенок, а ветка с апельсинами. — Но ослах помотались, — проговорил заплетающимся языком Конурин. — Ну, насчет ослов-то вы уж молчите. Все удовольствие мне испортили. Огрызнулась на него Глафира Семеновна. — Не я эту, милая барынька, не я, а ослы. А над островом Капри растянулась уже туча. Накрапывал редкий дождь. Иванова и Конурин начали рассчитываться за завтрак и спешили на пароход. — Господи, пронеси! Ужасно я боюсь бури! — шептала Глафира Семеновна. Они сошли на пристань. Пароход давал свистки. Столпившиеся пассажиры поспешно садились в лодке и направлялись на пароход. На пристани Конурин купил несколько апельсинных ветвей с плодами и сидел в лодке, как бы в апельсинном лесу. Нитки с кораллами, купленные у ребятишек на пристани, висели у него уже не только на шее, а на плечах, на пуговицах пиджака кораллами была обмотана и шляпа. — Чего вы, дурака-то, из себя ломаете? Чего вы кораллами обвесились? Что это за маскарад такой? Снимите их! — кричала на него Глафира Семеновна. — Местные продукты. Своим порусятам в Питер в подарок свезу. — отвечал он. Лодку уже изрядно покачивала. Николай Иванович сидел и кусал губы. — Не следовало на капре ездить, не следовало, кто боится воды, — говорил он. Редкий дождь усиливался, и у самого парохода перешел в ливень. Ветер крепчал. На пароход Глафира Семеновна взбиралась совсем бледная, с трясущимися губами, и продолжала шептать. — Господи, боже мой! Да что же это будет, ежели вдруг буря начнется? На пароходе стоял англичанин в шотландском клетчатом пиджаке, показывал всем свой барометр и таинственно покачивал головой. Радиозвезда Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Глава семидесятая Пароход снялся с якоря и направился к Соренто, куда нужно было высадить несколько пассажиров. Ветер и дождь не унимались. Пароход качало. Пассажиры забрались в каюту и сидели уныло, посматривая друг на друга. Очень немногие бодрились и переходили с места на место, придерживаясь за скамейки, столы и стены. Дамы сидели бледные. Некоторые сосали лимон. Буфетная прислуга бегала с кофейниками и бутылками и предлагала кофе и коньяк. Англичане сосали коньяк через соломинку или макали в него сахар. Черномазый буфетный мальчишка опять подскочил к Николаю Ивановичу и конурину воскликнул. «Рюс! Коньяк! Вкусное!» «Ах, чертенок! По-русски выучился говорить!» — проговорил конурин. «Это кто тебя выучил? Контролер, что ли? Ну, давай сюда нам коньяку две рюмки». «Не пейте, не пейте! Вы уж и так пьяны!» — пробормотала Глафира Семеновна. Бледная, как полотно, она помещалась в уголке каюты и держала у губ очищенный апельсин, высасывая его по капельке. «Матушка, мы от бури! В бурю, говорят, коньяк отлично помогает!» — отвечал ей конурин. «Вон, господа англичане все пьют! Они уж знают, они торговые мореплаватели!» «Англичане трезвые! Англичане другое дело!» «Выпей, глаж хоть кофейку-то!» — предложил ей Николай Иванович. «Отстань! Меня и так мутит!» «Но ведь кофе от тошноты помогает!» «Ах, не говори ты со мной, пожалуйста! Не раздражай меня!» «Просила на капре остаться до утра? Так нет! Понесла тебя нелегкая в бурю! Подлец!» «А какая же это буря, голубушка! Вот когда я ехал по Ладожскому озеру в Сермаксы...» «Молчи! А то я в тебя швырну апельсином!» «При английской-то нации, да такая бомбардировка! Мерси!» «Прилягте, матушка-голубушка, прилягте на диванчик! Может быть, легче будет!» Подскочил к ней Конурин. «Прочь! Прочь! Видеть я вас не могу в этих кораллах! Что это за дурацкий маскарад? Как клоун какой обвесились нитками кораллов! Посторонних-то постыдились бы!» Она даже замахнулась на Конурина. Конурин отскочил от нее и пробормотал. «Чего мне стыдиться? Я за свои деньги!» Николай Иванович дернул его за рукав и сказал «Оставь! Теперь уж не уймешь!» «Расходилась и закусила у дела! Нервы!» Глафира Семеновна стонала. «Ох! Ох! И капитан-то живодер! Не мог у капри остаться и переждать бурю!» У Соренто остановились. Ветер до того креп, что пассажиров еле могли спустить с парохода на лодки. Лодки так и подбрасывало на волнах. От Соренто путь прямо в Неапль. Начали пересекать залив. Качка усилилась. С двумя дамами сделалась морская болезнь. Пароходная прислуга забегала с чашками и с веревочными швабрами. Глафира Семеновна стонала. Изредка у нее вырывались фразы вроде следующих «Погоди, я покажу тебе, как не слушаться жену». Конурин стоял посреди каюты, обхватив обеими руками колонну, и шептал «Однако угощают качелями, ловко угощают». «Господи, да что же это будет? Неужто без покаяния погибать? Где тот арабский мальчишко-то запропастился? Хоть коньяку еще выпить, что ли? Эй, коньяк!» Обвешанный весь красными кораллами и нитками с мелкими раковинами, он был очень комичен. Но никому уже было не до смеха. Качка давала себя знать. «Коньяк! Где ты, арабская образина?» — крикнул он опять. Отошел от столба, но не устоял на ногах и растянулся на полу. Николай Иванович бросился его поднимать, но и сам упал на него. Пароход два раза так качнуло, что он даже скрипнул. У Глафиры Семеновны слышался стон. «И тот мерзавец, кто эти проклятые пароходы выдумал? Ох, не могу! Ох, не могу!» — воскликнула она и пластом повалилась на диван. Поднявшийся с пола Николай Иванович бросился было к ней, но она сбила с него шляпу. В каюте появился контролер. «Бурь-то какая!» — обратился к нему Николай Иванович. «Что, не опасно?» «Пустяки! Какая же может быть опасность? Качка! И больше ничего!» «А вот за эти-то пустяки я и вам, и вашему капитану-живодеру глаза выцарапаю. Изверг! Не мог остаться у капри, переждать бурю!» Стонала Глафира Семеновна. «Сударыня, у нас срочное пароходство, и, наконец, это не буря! Какая же это буря?» «А вы, должно быть, хотите, чтобы пароход кверху дном опрокинуло?» «Срамник, бесстыдник, смеет такие слова говорить, а еще русский, православный христианин!» «Ох, не могу, не могу! Смерть моя!» «Не лежите вы, сударыня, встаньте! Бодритесь! Лежать хуже!» «Говорил контролер!» Но с Глафирой Семеновной сделалась уже морская болезнь. Два англичанина, один седой, а другой белокурый, держа у ртов носовые платки, побежали вон из каюты и стали поспешно взбираться по лестнице. «Мужчину уж пробирать начало!» — шептал Конурин. «Что же это будет? Увижу ли я свою супругу? Доберусь ли до Питера? Слушай, земляк, есть у вас пузыри? Я пузыри бы себе привязал под мышки на всякий случай!» — обратился он к контролеру. «Зачем? А вдруг сковырнемся, и пароход кверху турмашками я плавать не умею!» «Успокойтесь! Все обойдется благополучно, ничего не будет!» «Не будет, чертова кукла! Какой не будет, коли уже теперь есть!» «Тебе хорошо рассуждать, коли на тебе всего капиталу, что три черепаховые гребенки, дразные камейские морды из раковин, а при мне, с их селями то ежели считать, на четыре тысячи капиталу!» «Пузырей нет! Буйок! Спасательный круг есть! Возьмите! Только это ни к чему! Выходите вы на палубу, на свежий воздух, так будет лучше! Там хоть ветер, дождь, но под навесом приютиться можно!» Николай Иванович попробовал идти, но его так качнуло, что он полетел в сторону, налетел на лежавшую на диване даму и уперся в нее руками. Контролер подхватил его под руку и потащил наверх, на палубу. «Изверги, живодеры, кровопийцы, разбойники не могли переждать бури и поехали в такую погоду на пароходе!» Стонала Глафира Семеновна. Держась за каютную мебель, стены и перила, выкарабкался кой-как на палубу Иконурин. Увидав спасательный круг, висевший на палубе, он тотчас же снял его и привязал себе на живот. «Ах, жена, жена! Ах, Танюша! Чувствуешь ли ты, голубушка, в Питере? В какой я здесь переплет попал?» Вздыхал он и, обратясь к контролеру, спросил, «Телеграмму к жене сейчас я могу послать?» «А откуда же на пароходе телеграф может взяться?» «Ах и то! Боже милостивый! Даже жену нельзя уведомить, что погибаем. Но телеграфа нет. Так давай коньяку. Это можно!» Контролер скомандовал, и явился коньяк. Николай Иванович с беспокойством кусал губы и тоже подвязывал себе на живот спасательный круг. «Послушайте, зачем вы это? Никакой опасности нет!» — удерживал его контролер. «Ничего, так вернее будет. Береженовый Бог бережет. Я и жене сейчас спасательный круг снесу». Появление его в каюте со спасательным кругом на животе и с другим кругом в руках произвело целый переполох. Англичане в беспокойстве взглянули друг на друга и быстро заговорили. «Что? Погибаем? Господи, прости нас и помилуй!» Завопила Глафира Семеновна, увидав мужа, приподнялась с дивана и рухнулась на пол. Вопили и другие дамы, страдавшие морской болезнью. Пробовали приподняться с диванов, но тут же падали. Кто был в силах, бежали из каюты наверх, задевая запалки, зонтики, баулы. Сделалась паника. Пароходная прислуга, ухаживавшая за больными, недоумевала и не знала, что ей делать. Николай Иванович поднимал жену. Рядом с ней какая-то дама в черном платье нервно билась в истерике, плакала и смеялась. Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова